МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ежедневном режиме перемены эти не так бросаются в глаза. Скорее, наоборот, время тянется очень долго. Так ли это на самом деле? Достаточно ли северного лета для того, чтобы достичь самых амбициозных целей, которые ставила перед собой местная власть? И о завершении каких работ уже можно говорить? Эти вопросы адресую сегодня Сергею Власенко, заместителю главы администрации города. Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Добрый день. Вы, пожалуй, как никто другой, знаете все о благоустроительных работах в городе, потому как в ежедневном режиме осуществляли контроль за строительством. Так вот, для вас ребенок Лабутнанге вырос за лето? И насколько проблемный этот ребенок? Да, действительно, мы в этом году большие задачи поставили, я скажу, вместе с населением поставили к реализации. На сегодняшний день порядка 70% работ, которые мы планировали, они уже завершены. Наверное, самый сложный цикл. В части каких-то проблемных вопросов мы с момента начала реализации всех проектов, с момента подготовки мы были в тесном диалоге с жителями. И это, наверное, залог успеха на сегодняшний день, как таковых серьезных проблем, которые можно озвучивать, их нет. Надеемся, что мы те задачи, которые поставили, мы их в сроки реализуем. Второй год Лабутнанге накрывает волна благоустройства, город становится красивее, город становится компактнее, комфортнее для проживания. И, что интересно, проекты, которые реализуются в этом году, по сути, не имеют прямого отношения к тем, что мы реализовали в прошлом. К старту, к Арктике, к Диком во дворах. Но при всем при этом, вот сейчас, второй год подряд, уже вырисовывается такая общая картина облика города, когда преображаются не просто отдельные территории, но уже это целый такой красивый большой центр, когда один сквер переходит в другой сквер. В общем, средства, выделенные эти цели, так же впечатляют, так же, как и итог работы. При этом мы понимаем, и я очень на это надеюсь, что это не финал. Так вот, расскажите вкратце о планах местной власти. Есть ли какие-то надежды на то, что у нас впереди еще много работы в отношении благоустройства города? Что касается планов, то однозначно планы есть. Мы, если только вернуться в прошлогодние задачи, которые мы себе ставили, это поручение министерства строительства, поручение правительства округа в части проведения инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий. Она у нас на территории города была проведена. Задач очень много, тех территорий, которые нужно благоустраивать, достаточно. Но в первую очередь население должно решать, что мы будем делать. От этого, от активности населения многое зависит. Мы на этот год должны все завершить. Потом уже будем говорить о планах 19-20-х годов. На этот год у нас, я напомню, к благоустройству жителями определены территории уже названного сквера «Юбилейный большой проект». Это территория вблизи сквер студенческий. Вот мы его с вами и я и вы называем студенческий, ведь название-то еще не выбрано для него. Название сегодня выбирают население, но мы, каждый я голосую за название студенческий. Он находится вблизи училища. Также к благоустройству территории у нас кольца на пересечении студенческого от Дзержинского. И территория стадиона Арктика. Все эти работы у нас сейчас активно ведутся. Что касается планов, которые мы должны завершить, напомню, у нас 16 дворов к благоустройству в части дополнительного перечня. Это юбилейные дворики. У нас активные граждане 18 марта, в день выборов президента Российской Федерации, определились дворы. Жители определили эти дворы сами своей активной позицией. И 16 дворов у нас планируется к благоустройству по дополнительному перечню. Кроме этого, у нас 76 дворов планируется к благоустройству. И делается эта работа на сегодняшний день по минимальному перечню. Это асфальтирование, установка скамеек, урн и дополнительного освещения. Ну, это если вкратце. Вы знаете, у меня на прошлой неделе была возможность вместе с вами принять участие в выездном совещании и зайти на территорию сквера юбилейной, которую я всегда прохожу мимо, наблюдаю за ходом работ. А тут, когда оказываешься внутри на территории, на самом деле, со стороны этого не ощущается этот масштаб. Когда ты заходишь во внутрь, видишь разные уровни работы, когда понимаешь, что вот здесь будет смотровая площадка, здесь будет тропа сказок, да, если не ошибаюсь, возле детского сада. И вообще, когда вот проходишь мимо, такое ощущение, что там работы ведутся, ну, если не круглые сутки, то постоянно. Когда было очень жарко, рабочие в спецодежде варили какие-то конструкции металлические. Сейчас вот дождливо, прохладно и свежо. Все равно там трудятся рабочие. Я с утра еду на работу, они уже уезжают, они еще там. И постоянно какие-то перемены. Масштаб поражает, тем более, знаешь, когда, что цели перед Ямал-Жилстроем были установлены сделать максимально короткие сроки и завершить все ко дню города, а при этом проект рассчитан на два года. Так вот, удается ли подрядчику, который, в общем-то, уже зарекомендовал себя в городе Лабутнанге, как подрядчик, который очень хорошо выполняет свои работы, эта же компания занималась стартом, да, строительством старта. Удается ли подтвердить вот этот вот знак качества, да, и доказать, что это компания, которой можно доверять благоустройству города? Ну, что касается сквера «Юбилейный» и подрядчика, который там работает, то действительно в прошлом году он себя положительно зарекомендовал на объектах благоустройства города. Это и вездная зона, это и объект «Старт», которые проходили у нас в рамках программы «Комфортная городская среда». Мы с уверенностью сегодня можем сказать, что нам с подрядчиком повезло, в том числе при работах на сквере «Юбилейный». Действительно, там работа идет с 8 до позднего вечера. В этот рабочий постоянно, никто там не сидит, все есть чем заняться. С учетом того, что сроки ограничены, лето у нас короткое, на парк у нас, на сквер «Юбилейный» вышли еще в начале апреля месяца. Подготовка была. И с этим учетом на сегодняшний день у нас месяц остался до «Юбилея». Мы все стараемся, все переживают за то, чтобы закончить срок и действительно сделать такой подарок жителям города в виде уже завершившего строительством объекта. Вы говорите, да, зарекомендовали себя. Я хочу напомнить нашим телезрителям о том, что Андреан Никшаваршевич Мкаян, генеральный директор «Ямал Жилстроя», был выбран ведь в проекте народного признания победителем этого конкурса по мнению как раз-таки лабутнанцев. Я думаю, это тоже о многом говорит, поскольку старт – это излюбленное место сейчас всех лабутнанцев и ворота Ямала. Я думаю, что каждый гость города, да и жители города уже все успели сделать там свои фотографии. Это тоже становится некая визитная карточка города. Переходя к другой теме, вот отдельно хочется проговорить по ремонту дорог. Выполнение трех муниципальных контрактов по ремонту дорог у нас занимается компания «Ямал Автодор», «Урал Трансстрой» и «Ямал Жилстрой». В 2018 году асфальтированию подлежат 23 участка, это порядка 10 километров автомобильных дорог и внутриквартальных проездов в городе. На ремонт дорог выделено 168 миллионов. Сумма внушительная, однако понятно, что на эти деньги отремонтировать все дороги в городе не представляется возможным. Так вот, каким образом расставляли приоритеты и выбирали, какие дороги ремонтировать в первую очередь? Я согласен, что на эту сумму невозможно весь город и в такие сроки сделать, все дороги привести там в соответствие, но, по крайней мере, те приоритеты, которые расставлялись, считаю, неправильные. Расставлялись они с учетом работы комиссии по безопасности дорожного движения, обращений жителей города и в том числе обращений со стороны ОНФ. Мы совместно в прошлом году, в зимний период этого года отрабатывали, так сказать, участки, которые не совсем безопасны, которые необходимо ремонтировать. Это прямо речь идет о проекте «Карта убитых дорог», наверное, да? В том числе данный проект. И по этим принципам мы руководствовались, обращения жителей тоже к учету принимались и с учетом, опять же, выделенных средств, объемов планировалась работа. И опять-таки интересный момент о том, что в нынешнем благоустроительном сезоне на уличную дорожную сеть микрорайона Обской приходится треть всех запланированных работ. Да, действительно. Общий объем 9,5 километров. И я знаю, что когда рабочие выполняли собственное асфальтирование, подходили люди и говорили, а что нас благоустраивают, так здорово. И люди удивлялись, потому что действительно очень много дорог, в том числе по Орлово, где была яма на яме, и все страшно, неудобно было ехать. А теперь ровная красивая дорога и целые участки полностью заасфальтированы. То есть Обской жить, я правильно понимаю? Мы единый город, единое целое. То есть здесь никто не делит Обская. Это часть города, и мы обязаны в том числе проводить работы, работы по благоустройству, работы по ремонту дорог, жилья, в том числе и на Обской микрорайоне. Что касается трех дорог, которые попали в карту проекта, карту обитых дорог, в карту ОНФ, это Комсомольская, Советская и Гершгорна. На этих улицах проходит не просто ремонт, а реконструкция уличной дорожной сети, предусматривающая не просто укладку дорожного полотна, но еще и целый комплекс работ, связанный с сетями тепловодоснабжения, связью и так далее. Возникали ли тут какие-то проблемы с жителями, с подрядчиками, и как они решались? Да, что касается реконструкции данных улиц, действительно, они у нас находятся на сегодняшний день в карте убитых дорог, которые находятся под контролем ОНФ. здесь также, как и по объектам благоустройства, мы работы начали в самом начале лета, и подготовку уже подрядчик был в мае определен. Проблем как таковых, с учетом, опять же, повторюсь, с учетом того, что в зимний период времени главой администрации, наверное, правильно сказать, был выполнен марш-бросок по коллективам города, по... Наверное, люди были готовы к этому. Самое главное было вовремя выйти на работы. Все проблемы, которые у нас были, они в тесном диалоге со всеми участниками процесса решались и на сегодняшний день решаются. Я думаю, мы в такие же сроки, которые себе ставили в самом начале лета, это сентябрь месяц, завершим работу, и уже в сентябре люди увидят новые дороги. Неотъемлемым условием реализации приоритетного проекта «Комфортная городская среда» является общественный контроль. Это не только ОНФ, которая, скажем так, верхушка, народный фронт, но и, в принципе, это учет мнения горожан и своевременная корректировка уже существующих проектов. И я, наверное, не ошибусь, если скажу, что это главный принцип работы местной власти, прислушиваться к населению и активно отзываться на все какие-то поправки, просьбы. Насколько гибко подрядчики относятся к такого рода просьбам и удается ли изыскивать в случае необходимости дополнительные финансовые средства для проведения неучтенных в проекте работ? Да, это в части взаимодействия с населением. Это, наверное, главный принцип работы местной власти. И что касается проведения работы в этом сезоне, в прошлом сезоне, как таковых проблем со стороны подрядчиков не было. Все просьбы, которые у нас в период проведения работ возникают вопросы какие-то у граждан совместно на объектах, совместно с подрядчиками, заказчиками, представителя администрации всегда в диалоге. Те вопросы, которые необходимо касаются где-то корректировки тех планов, которые там, проектов, которые уже реализуются, они тоже решаются по месту проблем. Буквально с колес, я так полагаю. Буквально с колес, да, по-другому возвращаться второй раз для решения тех проблем, которые ты мог решить сегодня, наверное, неправильно. И, конечно, хочется, делаешь ты это не для того, чтобы сделать, а делаешь ты это для населения, и все это понимают. То есть, если сегодня жителям удобно в тех же там каких-то заездах, в подъездах опустить там бордюр, ну, это вот такие вопросы, которые возникают регулярно, они, конечно же, решаются. Вот, кстати говоря, о таком моменте, я выезжала на съемку, когда мы начинали асфальтирование первого двора на Гершгор на 44, если не ошибаюсь. И мы подъехали в тот момент, когда рабочие как раз-таки уже начинали укладывать асфальт у подъезда. И стояла жительница дома, очень активная, она стояла, наблюдала за всем этим процессом. Я думаю, вот это общественный контроль, не лезла, не советовала. Но мы с ней разговорились, и она говорит, какие молодцы ребята. Она очень хвалила, там подрядчик Ямал-Автодор, она очень хвалила, говорила, что все наши пожелания, там просьба была расширить парковочную, да, зону, то есть вот скорректировать. Какие-то моменты, вот все, все учли, тут бордюр вот невысоко положили, чтобы это можно было дальше в машине как-то припарковаться. Отзывы были прекрасные. И что мне понравилось, и мы с этим же сталкивались на Гагарина 54, когда люди очень положительно вот принимают все эти перемены и готовы тут же свои силы вкладывать для того, чтобы этот двор сделать еще красивее. На Гешгорна 44 два дома, которые стоят напротив друг друга, возле и одного, и второго высажены цветы силами самих жителей. То же самое мы увидели на выездном совещании на Гагарина 54. И, наверное, вот этот вот момент, да, вовлечения жителей, это ведь как раз-таки одна из тех целей, которую мы преследуем уже не первый год, проводя опросы, проводя проектные мастерские, конкурсы и так далее. Так вот, как бы вы оценили вот этот вот уровень работы с населением? Удалось ли действительно, ну, скажем, это, знаете, пробудить в людях вот эту вот неуспокоенность и желание действительно принимать участие в жизни города? Будь то голосование, будь то выбор юбилейных двориков, готовность принимать трудовое участие, готовность, вот сейчас мы развиваем проект инициативное бюджетирование. Насколько осведомлены и готовы жители города не просто жить в этом городе, но действительно прикладывать какие-то усилия для того, чтобы сделать его лучше, а не только полагаться на местную власть, вроде как они обязаны, пускай делают. Действительно, проект «Комфортная городская среда» и нацелен на то, чтобы вовлечь население в участие в жизни города и на сегодняшний день на территории города Лабытнанги, опять же, с учетом реализации проекта в прошлом году, я думаю, население поверило в то, что сегодня говорится, оно делается. Это очень важно. Без этого невозможно, наверное, в том числе принимать какое-то там свое участие. Сегодня те же юбилейные дворики, о которых чуть раньше говорили, которые были 18 марта, определены по результатам голосования, так сказать, и за объекты уже общественных территорий. Это все реализуется. Соответственно, жители это видят, выходят, участвуют в программе уже своими какими-то ресурсами. Те же цветы, те же... есть много примеров, где жители участвуют пряниками, чаем. То есть вы приходите, вас... Рабочие, подрядчики, подрядчики рассказывают достаточно много историй, где жители выходят, наливают чай, кофе. Так что это тоже участие. В целом, сегодня население активно с местной властью в диалоге, в части благоустройств, в части своего какого-то участия. Те же субботники, которые проходят, мы же видим, насколько сегодня город стал чище. Это участие жителей в первую очередь, потому что денег сколько не выделяем. На сегодняшний день у нас 6,5 миллионов выделено на саночистку города, но мы видим, в прошлом году было очень много проведено субботников, почти каждые выходные они проходили. Мусора достаточно, и люди своей активной позицией участвуют в жизни города. Позвольте, я немножко отвлекусь от темы непосредственного благоустройства города и несколько слов скажу о ребятах проекта «Будущая Арктика» и волонтерах, которые ежедневным решением выходят убирать окрестности города и сам город. Просто вот задуматься всем жителям, всем лабутнадцам, 6,5 миллионов выделить на саночистку, это огромные деньги, которые может было направить на какие-то другие цели, скажем так, благоустройство того же самого. И, дорогие друзья, давайте все же мы задумаемся над тем, что мы оставляем после себя в лесу, во дворе и более активно и более, скажем так, положительно будем относиться к общегородским субботникам. Нет проблемы в том, чтобы выйти в свой двор и навести там порядок своими силами, силами соседей. В конце концов, праздник двора можно устроить из обычной уборки двора. А я хочу вернуться к вопросу о целом микрорайоне города, который мы сейчас делаем, да, это и корт, и бассейн, и новые дома по улице Гершгорна, и реконструкция у нас идет дороги. Я не могу не спросить о том, что сейчас волнует очень многих лабутнанцев, о судьбе строящихся в этом микрорайоне спортивных объектов. Это универсальный спортивный комплекс с плавательным бассейном и ледовый корт с искусственным покрытием. Работы там, как говорят, затихли, ворота закрыты. Строительство остановлено или идет? Вот хочется услышать информацию из первых уст. В части слухов, которые у нас вокруг этих объектов ходят, я хочу их развеять. У нас строительство и ледового дворца, и плавательного бассейна у нас продолжается. Этим объектом быть на территории города Лабутнанги. Буквально недавно с визитом на территорию города приезжал первый заместитель губернатора Алексей Викторович Ситников. Мы проводили совместные совещания совместно и с генеральным застройщиком. Это компания Магнум руководитель был. На сегодняшний день задачи стоят эти объекты завершить. Готовность в части ледового дворца порядка 80%. Идут внутриотделочные работы. Если мы людей не видим снаружи, это не значит, что объекты не строятся. То же самое у нас проходит по... Внутри проходят работы по плавательному бассейну. Готовность, конечно, у ледового выше, и сдача ледового будет раньше, чем бассейн. Благоустройство территории также можно наблюдать за забором. Кому интересно, можно посмотреть. Сегодня работы по благоустройству ведутся компанией Сальхардорстрой. они работают на подряде у компании Магнум. Напомню, что финансирование всего проекта в целом проходит через компанию Газпром. И, повторюсь, объекты будут достроены, мы в ближайшее время будем с вами их посещать. Это очень радостная новость. А какова судьба детского сада Снежинка? Получит ли Лабутнанце этот подарок? Снежинка также у нас в этом микрорайоне. Они у нас граничат с бассейном и с Ледовым дворцом. На сегодняшний день проходят итоговые проверки. Мы надеемся, что в ближайшее время объект будет введен в эксплуатацию. Я сейчас говорю о сроках буквально месяц. и мы надеемся, что уже в сентябре будем праздновать открытие. Первый детский смех садик уже получит. Здорово. Впереди еще, как бы то ни было, три недели августа. Я думаю, что это очень напряженные три недели будут. Какие цели и задачи вы ставите на этот период работы? Три недели это очень много для нашего короткого лета. Мы обязаны все работы завершить. Я говорил в начале нашей передачи о том, что порядка 70% работ на сегодняшний день уже завершено. За три недели мы должны сделать максимум и к юбилею города закончить весь тот план большой, который мы себе ставили еще зимой этого года. Я уверен, что у нас это получится. предпосылки к этому есть. Я надеюсь, что все так и будет. Сергей Сергеевич, спасибо, что нашли время для нас и пришли в программу «Тема». Надеюсь, что все работы удастся завершить в установленные сроки. И даже те телезрители, кто привык критиковать, вынуждены будут признать успех этого благоустроительного сезона. Мы тоже на это очень сильно надеемся. Спасибо. Уважаемые телезрители, я напомню, что посмотреть программу «Тема» вы всегда можете и в интернете. На нашем сайте по адресу www.lbtfistv.ru мы дублируем все выпуски. А быть в курсе событий можно, подписавшись на наши группы во всех популярных соцсетях. На сегодня все. Спасибо за внимание. Всего доброго и до встречи в эфире Лабутнадского телевидения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...